Церковь Христова Подобно прекрасному дереву, Укрывающему под сенью своей Наследников Царства Небесного. Субтитры создавал DimaTorzok Албания. Государство на самом западе Балкан. Эта страна – один из самых древних оплотов христианства. Тут проповедовал и осветил эту землю еще апостол Павел. Но вышло так, что именно здесь и церковь, и вера Христова Подверглись чуть не самым жестоким гонениям за всю историю. Тяжела была участь албанского православия во времена Османской империи. Еще страшнее она стала во времена Энвера Ходжи, Вождя албанских коммунистов. Во второй половине 20 века Албания стала единственной в мире страной, Где конституционно была запрещена вообще любая религия. В Албании почти 40 лет готовились воевать со всем остальным миром. Эта мозаика в центре тираны еще хранит идею атеистического государства утопии. В апреле 67 года лидер коммунистов Энвер Ходжи выступил с программой Против мифов и религиозных убеждений. Религию запретить, церковные здания в народную собственность, Отказывавшихся осквернять церковь священников, Расстреливали прямо в храмах. Родители, крестивших своих детей, ссылали в концлагеря. За молитву давали 15 лет, за хранение икон 25. После двух лет террора албанская партия труда на весь мир объявила. Албания – первое на планете атеистическое государство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До 91-го года тут и был ресторан, лучший в городе. Его построили на месте снесенного в 67-м храм святого Прокопия. Когда религию снова разрешили, земли вернули церкви вместе с рестораном. Но в стране, где храмов не было вовсе, Даже самое разгульное заведение города готово были превратить в церковь. Смерть албанского диктатора стала смертью и созданной им тоталитарной системой. Будь то, очнувшись от 40-летнего сна, Освобожденная от власти коммунистов страна, Стала возвращаться к своим первоистокам, Обретать утраченные корни. Римский амфитеатр в албанском городе Дурасе Самый большой из построенных древними римлянами в своих провинциях на 15 тысяч мест. Считается, что из Дураса апостол Павел отплывал в Рим, А значит, он видел эти камни. В своем послании к римлянам Павел писал, «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика». Иллирик – это нынешняя Албания. Иллирик – это нынешняя Албания. Эти пулеметные бункеры рассыпаны по всей стране. Когда в коммунистической Албании не оставалось уже ни одного храма, таких дотов тут настроили больше 700 тысяч. Для самой бедной страны Европы это было неслыханной роскошью. Каждый такой бункер стоил, как однокомнатная квартира. Но войны, к которой готовился Энвер Ходжет, так и не случилось. И эти груды бетона и брони остались памятником коммунистической диктатуре. Наша албанская церковь прошла через очень сложный период коммунистического правления. Времена, когда церкви были не только закрыты, но и в своем большинстве разрушены. Их превратили просто в обычные дома. Но в 90-е годы, когда демократы взяли власть, все изменилось к лучшему. Дружба между Албанскими и Советским Союзом – это дружба искренная, братская, нарушимая в обмене. Не можете никак это забыть. За это время я уже многое успел стереть из памяти. И всем нам нужно бы это сделать. Потому что коммунизм – это был режим, который запрещал людям много чего. Свободу слова, вероисповедание. Во время коммунизма власть очень жестоко обращалась с храмами. Она превращала их в магазины, оружейные склады или просто их разрушали. Кафедральный собор в городе Корче. Его стали строить сразу же после того, как режим хаджи рухнул. С этого до сих пор самого большого в стране храма началось строительство церквей во всей Албании. Уникальность православия в Албании в том, что албанские мусульмане – это люди по преимуществу с незабытым еще христианским прошлым. Во времена турецкой оккупации налоги на неисламское население были в 3-4 раза больше, чем на мусульман. Поэтому христиане принимали ислам просто, чтобы выжить. Но жить по-христиански многие из них не переставали. И теперь некоторые мусульмане, как прежде, приходят в христианские храмы на Рождество и Пасху, светят куличи и яйца вместе с православными, берут святую воду и кропят ею свои дома. Я мусульманин. Всегда держу пост и праздную Рамадан и другие мусульманские праздники. Да, я на Пасху ходил в православную церковь. Там приятная атмосфера. Все это выглядит очень святым. Праздники православной церкви в нынешней Албании – уникальное зрелище. Тысячи людей – и христиан, и мусульман – заполняют все улицы и площади возле храмов и соборов. У нас полное взаимопонимание и взаимоуважение между мусульманами и православными. Мы все православные, ходим к ним в гости, когда у них праздники. И они ходят к нам на наши праздники. Вот, например, на Пасху, на Рождество и на другие большие праздники. Пасху, на Рождество и на Рождество и на Рождество. В январе 1991 года Константинопольский патриарх назначил греческого архиепископа Анастасия патриаршем-экзархом в Албании. Когда владыка прибыл в страну, здесь оставалось всего 15 престарелых священников. И не было ни одного храма с целой кровлей. За прошедшие стои пары года архиепископ Анастасий вдохнул жизнь в албанское православие. При нем построили 85 новых храмов, открыли церковные школы и детские сады, богословскую семинарию и академию. Владыка рукоположил больше 140 священников и архиереев. Епископ Антоний – один из них. Есть еще очень много мест в Албании, где церквей нет, и, соответственно, нет священников. Но я уверена могу сказать, что мы с этой ситуацией справимся. В данный момент около 140 священников уже закончили нашу академию. И сегодня они уже служат по всей Албании. Духовная академия неподалеку от города Дурус. Отче наш на албанском языке. Еще недавно осмелиться произнести эту молитву можно было разве что шепотом. Только стена этого дома – вот и все, что оставалось здесь в 92-м году. Монастырь Святого Власия в 67-м разрушали албанские комсомольцы. Архиепископ Анастасий, отстроив монастырь заново, поселил сюда молодых албанских православных. Открытая им здесь первая после падения коммунистического режима Духовная академия уже выпустила почти 200 священников. Православная вера – это вера, которая убеждает нас в том, что чудо не происходит под прямым влиянием Бога, а человек способен сам сотворить его при помощи веры. И Библия нам это доказывает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вновь ожившая албанская православная церковь растет не только будущих священников, но и заботится обо всех своих духовных чадах. В стране, где три четверти населения мусульмане, это особенно важно. Учеников в эту православную школу неподалеку от Тирана набирали из самых одаренных детей по всей Албании. Их содержание и учеба за счет православной церкви. Патриарх, мы дарим эту икону вашей школе, вам. Спасибо за то, что вы делаете, и за вашу мужество. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самый старый в Албании город, Берат, всегда называли городом тысячи и одного окна. Из-за его открытости. Быть открытым друг другу – это правило, которому в Албании следуют, похоже, все религиозные конфессии. Албанская православная церковь помогает беженцам-мусульманам из соседнего Косово. Мусульмане приходят в храм на православные праздники. В маленьком Берате почти на каждой улице – бок о бок, мечеть и православный храм. Матильда, а вы кто по вероисповеданию? Я мусульманка. Где вам лучше, где вам теплее, где вам больше нравится – в православном храме или в мечети? Для нас это нормально. Это не является проблемой здесь ни для кого. Мы чувствуем себя комфортно, когда ходим и в церковь тоже вместе. Я уверена могу сказать, что мы все перед Богом равны. Часто у нас такое бывает, когда люди женятся, несмотря на то, что у них разная вера. Мифит, а вы кто по вероисповеданию? Я мусульманин. У нас большой праздник Байрам, а у них Пасха. Когда у них праздники, мы ходим к ним в гости и наоборот. И мы даже ходим вместе с ними крестным ходом вокруг церкви по три-четыре раза. А бывает даже и пять раз. Но как же так? Это же совсем разные вероисповедания. Да, да, конечно. Но это же все от чистого сердца. Для тебя и для меня Бог один. Правильно? Понимаешь? Один Бог. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok По сравнению с Албанией, пережившей жесточайшие гонения на христианство, судьба румынской православной церкви была не такой трагичной. Румыния – единственная страна из лагеря социализма, где церковь не была отделена от государства. Гонения тут тоже были, но не столь длительные и не столь ощутимые. Духовную жизнь населения своей страны румынские коммунисты контролировали не так жестко. Может, поэтому на набережной Констанции остались нетронутыми ни православный собор, ни вот это знаменитое на весь мир казино. Румынский порт Констанца в первом веке н.э. назывался Томисом. После долгих войн эти земли были отвоеваны у даков и стали северо-восточной окраиной Римской империи. По тем временам – просто край света. Гордость Констанцы до сих пор в том, что сюда за вольнодумство сослали римского поэта Авидия. Но Констанца – еще и один из самых древних свидетелей рождения самой нации – румын. Она возникла, когда римляне смешались с даками. В эту пору уже проповедовали первые апостолы. Может быть, поэтому румыны считают себя единственной нацией, которая христианами уже родилась. Революционные события в Румынии в декабре 89-го года, которые привели к падению режима Чаушеску, были самыми трагическими среди всех стран Восточной Европы. Вышедшему на улице и площади народу власть ответила автоматными очередями. Несколько тысяч человек были ранены, сотни убиты. На этом кладбище похоронены жертвы румынской революции 89-го года. Восставшие против коммунистов пели тогда на площадях «Отче наш» и скандировали «Бог есть». Режим рухнул, а похороненных здесь румын назвали новомучениками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тут говорят, если ты на улице не видишь бесерики, значит, ты ослеп. Бесерика по-румынски – это храм. В Бухаресте их больше трехсот. Но такой здесь точно один. Нынешний студенческий храм Святого Николая строили еще при царстве последних Романовых. Частью Русской Православной Церкви храм был до тех пор, пока Никита Хрущев не подарил его румынам. Эта улица раньше называлась Бульвар Победы Социализма. Здесь воплотились все идеи коммунистических лидеров. Вместо маленьких особнячков – здание в духе сталинского ампира. Только одного не могли тронуть архитекторы времен Чаушеска – церквей. Этот храм, спрятанный между двумя социалистическими фасадами, похож на всю историю румынской церкви времен правления Компартии. Хоть и задвинутый с глаз подальше, но зато открытый для верующих и живой. Дом парламента – это самое большое здание в Бухаресте. А в мире оно второе по величине после американского Пентагона. Похоже, Чаушеска хотел выразить им величие коммунистической идеи. Но теперь оно наполовину пустое. В Румынии просто нет стольких учреждений, чтобы заполнить этот дом. Но ни до, ни после Чаушеска страсти к величию и архитектурной масштабности не водилось в характере румын. И даже самый главный патриарший храм в Бухаресте, он ненамного больше любой обычной румынской церкви. И в праздник не способен вместить всех молящихся. Служба идет на улице. Сегодня праздник святого преподобного Дмитрия Басарбовского, покровителя Бухареста и Румынии, одного из самых почитаемых здесь святых. Поклониться его мощам приезжают со всей страны. И некоторые выстаивают почти сутки в очереди. Поклониться его мощам приезжают со всей страны. Валахия, Трансильвания и Молдова – это три части Румынии. Они то объединялись, то распадались, то Османская империя отвоевывала себе кусок, то Западная церковь усиливала здесь свое влияние. Но ни исламская политика турок, ни католики, даже в пору разорванности трех частей Румынии не сумели изменить одного в этих землях – их главного вероисповедания – православие. Эта земля, о которой наши поэты говорили, что она была благословена Богом, она была оставлена нам в наследство нашими родителями, дедами и прадедами. И ей земле дали определение святого патримониума. Это слово, патримониум, греческого происхождения, перешедшее в латинский язык, означает святое наследственное имущество, которое народ принимает от предшественников, и которое воспринимается не только как земля в смысле территории, но и как духовное наследство народа, которое и определяет нас, как румын и как православных верующих. Те, кто побывал в нынешнее время в румынской провинции, сходятся в ощущении, будто здесь крещены не только все люди, но и вся населенная имя земля. У каждого села или перекрестка дорог стоят вот такие кресты. А на каждом холме, даже при горке, обязательно возвышается часовня или храм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Село Валя Плоплуй, по-русски, долина одинокого тополя. Тополя в этой части Прикарпатья – большая редкость. Деревенского священника тут знают все. Отец Николай, но в Румынии его называют по фамилии – отец Танаси. Просто из всех румынских отцов Николаев этот, может быть, самый знаменитый. Говорят, вас лично преследовала секретная служба Чаушеского. Это правда? В те времена это было обычным делом. Те, кто имел авторитет среди народа, не нравились государственным властям. А действительно, что на вас было даже покушение? Нельзя говорить об этих людях, так как они все еще живы. Они живы, они работают на государственной службе и занимают сегодня высокие посты. От румынского землетрясения 77-го года, говорят, трясло даже в Москве. Его жертвы есть и на этом кладбище. Единственная церковь в Валиплоплую тогда и рухнула. Назначенному на этот приход в ту пору отцу Николая негде было служить. А строить храмы тогдашний режим запрещал. Отец Николай собрал секретную бригаду. Восстанавливая вот этот 600-летний деревянный храм, работали тихо и по ночам. Трудных моментов было много, но я всегда ощущал помощь Бога. Это была постоянная поддержка. Вместе с храмами отец Танаси начал строить и дома для детей, брошенных своими родителями. Таких в Румынии переходного периода оказалось немало. И строя деревенский детский дом, отец Николай работал с размахом. Дома с мансардами, пастбища, футбольные поля. Детей, брошенных родителями, здесь уже за 200. И для них церковь, не виданная раньше в Румынии, с тремя алтарями. Здесь живут 86 семей нашей ассоциации. Еще есть наши дома там, в другом поселке, за холмом. То, что вы видите здесь, это дома, в каждом из которых есть своя столовая, так как в каждой семье у нас по 6, по 8 приемных детей. Отец Танаси говорит, что брошенный ребенок еще не беда. Настоящая беда, когда он мог бы родиться, но на свет не появился. Здесь, на самом высоком в округе холме, он построил церковь в память неродившихся из-за абортов детей. Говорят, она единственная не только в Румынии, но и во всем мире. Говорят, она единственная не только в Румынии, Говорят, она единственная не только в Румынии, Говорят, она единственная не только в机eronрая, Говорят, она единственная, другие женщины и холмы, Говорят, она единственная, Это иkopная тэта, Как вам кажется, прихожан Румынской Православной Церкви становится больше или меньше? Да, их становится больше, но недостаточно. Наш коммунизм не был таким, как у вас. У вас он был очень жестким. И когда произошло извержение, оно было очень сильным. О нас варили на медленном огне. Не было такого сильного давления. У нас произошло так, что, несмотря на те 50 лет коммунизма, после 90-го года имел место необыкновенный подъем православной веры со стороны всех верующих. И селян, и горожан. Может быть, потому что в каждом селе у нас был свой духовник, священник, а также были оазисы духовного мира. Монастыри, которые не были уничтожены во времена коммунизма. И они, эти монастыри, способствовали сохранению культурной и православной духовной идентичности румынского народа. Монастырей в Румынии насчитывается несколько сотен. Большинство из них живые, действующие. Здесь, неподалеку от Дуная, в окрестностях Добруджа, находится знаменитый монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного. По здешним монастырским уставам удары по деревянным доскам, билам, созывают братью в храм на молитву. Здесь, в Румынии, как и на русских землях, проповедовал апостол Андрей Первозванный. Это пещера, в которой святой апостол жил. На этой выдолбленной в скале лежанке, говорят, апостол спал. Здесь уверены, что проповедь апостола Андрея и рождение самого государства Румынии очень связаны. Может быть, поэтому над входом в пещеру государственные флаги, а день празднования памяти святого Андрея прямо перед главным государственным праздником – Национальным Днем Румынии. Субтитры создавал DimaTorzok Монастырю Дервент больше тысячи лет. Слово «дервент» переводится «переправа через реку». В этих краях апостол Андрей Первозванный перешел в Дунай. Но главная святыня монастыря своим происхождением обязана ученикам апостола Андрея. Четверых из них римляне убили здесь в III веке. Имен убитых никто не знает, но свидетельство мученичества – выросшие из земли четыре каменных креста. Предание рассказывает нам, что эти четыре исцеляющих креста появились из земли, в том месте, где подвергались мучениям четыре ученика святого апостола Андрея. Трое из них были братьями. Это тот святой крест, который появился на месте, где подвергался мучениям священник. И были еще три креста. Но спустя некоторое время на территорию Добруджи пришел турецкий паша, и монастырь перешел в его собственность. Он отдал распоряжение – испортить два креста, затем разрушил и оставшиеся. Прошло время, и люди заметили, что из трещин этого каменного креста начали выступать капли душистого мира. Многие верующие исцелялись, прикладывая собранное миро к местам их телесных недугов. А где миро? Чудо происходит так. Вот из этих трещин в камне источается миро. То есть миро выходит через эти щели, да? И сколько лет этот крест мироточит уже? У нас нет точных данных об этом. Но мы можем сказать уверенно, что чудо происходит все реже. Святой крест реже мироточит. Монастырь Нянц Монастырь Нянц Сначала он был деревянным, только два века спустя царь Стефан Великий возвел каменную часовню, каменные монастырские стены, а затем и основной храм. Монастырь Нянц всегда был одним из главных церковных и просветительских центров Румынии. Сюда больше двухсот лет назад приехал из тогдашней Российской империи святой преподобный Паисий Величковский. Он родился в 18 веке в Полтаве, служил в Киеве, на Афоне, и 15 лет был настоятелем этого монастыря в Нянце. Тут и похоронен. Со времен преподобного в монастыре и огромная библиотека, и типография, печатающая богословскую литературу. До сих пор монахи, работающие здесь, используют старые типографские шрифты и вручную набирают текст. В первую очередь это, конечно, книги святого Паисия. Тут говорят, что святого Паисия Бог послал Румынии для того, чтобы он вдохнул энергию в духовную жизнь начала 18 века. Но энергии святого хватило не только на Румынию, но и на Россию. Русские ученики Паисия Величковского разнесли принятый им монастырский устав по сотням русских монастырей. Он переводил с греческого языка писание святых отцов на румынский, а затем и на русский. Добротолюбие мы получили в его переводе. О своем русском происхождении святой Паисий никогда не забывал. И в своей келье молился перед иконой Владимирской Божьей Матери, привезенной им из Полтавы. Даже в обычные, не праздничные дни, даже в такую непогоду, тут всегда толпа паломников. Они приезжают поклониться румынским святыням. Иконе 7 века святого Георгия и чудотворной иконе Божьей Матери византийского письма. Субтитры создавал DimaTorzok Румынский князь Стефан Великий в 15 веке взял себе за правило После каждой победы над врагами строить церковь или монастырь Из 36 выпавших на время его царствия воин он проиграл только одну Оставленные им в этих краях обители тут называют созвездием монастырей Гора с крестом и именем святого Стефана В центре этого созвездия Монастырь Путно называют Иерусалимом румынского народа Он был любимой обителю Стефана Великого Здесь жил в скиту духовник князя Даниил Отшельник Как Сергий Радонежский Дмитрия Донского, так и Даниил Отшельник Благословлял Стефана Великого на победу его оружия Великий князь своей главной миссией полагал защиту православия В ту пору на Румынию без конца нападали турки В том, что теперь румыны свою страну называют садом Богородицы Заслуга и святого Стефана Стефана Великого в истории Румынии Я бы сравнил в русской истории, наверное, с Андреем Боголюбским С русским, который жил жизнью, данной от Бога И в этой жизни, в моменты, когда он думал о страдании Бог всегда подбадривал его, помогал ему Это румын, который лучше всех других людей воплотил в себе стремление румынского народа Это является, по-моему, определяющим фактором того, что Стефан нашел здесь, в Путне, свой покой И к его могиле всегда приходят люди молиться за него Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый человек имеет свою тайну перед Богом Свою дорогу к Богу Даже сам он не знает всего Потому что познание переходит в любовь И наоборот, любовь переходит в познание И все же Бог любит нас сильнее И эта его любовь раскрывается постепенно В этом и есть наша дорога к Богу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok